Добрый день, дорогие граждане, дорогие граждане Российской Федерации. Хочу обратиться ко всем жителям многонациональной страны с призывом остановить это бессмысленное кровопролитие, которое происходит на данный момент на Украине, потому что вся эта война закончится. Перемирьями и дележкой территории. Я думаю, что 2023 год нужно жить в настоящем, а не в прошлом. И страны НАТО и Россия должны заключить немедленные перемирия. И Россия обязана выплатить деньги Украине на восстановление экономики. И нужно избежать этого кровопролития, потому что самое главное – мир и столкновение двух православных народов не то, чему учил Иисус Христос. Иисус Христос учил людей любить друг друга, помогать друг другу, исцелять друг друга, а не убить. Первая одна из заповедей – не убей. Поэтому я думаю, что русскому народу, украинскому народу, и вообще всем жителям СНГ стоит подумать мозгами, какое наследие мы оставляем будущим поколениям. И разве статистика всех войн не доказывает, что война просто бессмысленна? Это просто страдания для тысячи миллионов людей во всем мире. И я думаю, что чем раньше мы остановим войну, тем больше шансов у нас остановить Третью мировую войну. Потому что все страны сейчас в напряжении, в мире нехватка продовольствия. Поэтому я обращаюсь ко всем жителям нашей планеты. Жить в мире и согласии. И искать точки соприкосновения. То, чтобы объединяло всех людей в мире. Потому что в первую очередь мы все люди. Человек. Человек – это Божие создание. Мы все Божьи дети. И я считаю, что Божьи дети не должны убивать друг друга. Божьи дети должны помогать друг другу. Пожалуйста, народ. Пожалуйста, народ, остановите эту войну. Давайте жить в мире. Ведь, как говорили ветераны Второй мировой войны. И самое главное, чтобы не было войны. Пожалуйста, вы включите мозги. И наконец-то... Наконец-то давайте заживем в мире согласий. И всем нужно трудиться над... Всем нужно трудиться над... Всем нужно трудиться над собой. Всем привет. Всем мира, добра и счастья. Всем привет. Продолжение следует...